Я решила попробовать диету мотиньяка. Это самая безобидная диета на текущий момент. И она направлена больше всего на здоровье. Я заявила своим подписчикам в инстаграм, что я худею. И ребятам это очень понравилось. Они меня сейчас все поддерживают. Более того, очень много кто стал со мной вместе худеть. Диета эта сравнительно молодая. От роду ей не более 30 лет. Несмотря на столь юный возраст, она успела завоевать признание не только армии худеющих, но и многих выдающихся диетологов. В 90-х годах прошлого века ее испробовал на себе и сам автор Мишель Монтиньяк. За три месяца он умудрился похудеть аж на 16 килограммов. Сегодня к его советам прибегнет и наша героиня Екатерина. Вместе мы исследуем реальность и разоблачим мифы. Итак, для начала Катя отправляется в магазин. Придется в корне пересмотреть свой рацион и, соответственно, содержимое холодильника. Гликемический индекс. Вот на что будет обращать внимание человек, решивший прибегнуть к диете Монтиньяка. Автор этой системы питания доказал, углеводы, содержащиеся в провизии, способны влиять на уровень сахара в крови. Чем он выше, тем больше гликемический индекс того или иного продукта. Чем углеводнее продукт, тем уровень сахара выше. Инсулин препятствует расщеплению жиров. То есть, соответственно, если человек потребляет продукты с высоким гликемическим индексом, похудеть ему практически невозможно. И это не только продукты, которые нам принят. А булочка, ее нельзя, мы от нее поправимся. Нет. Есть и фрукты, как, например, арбуз и дыня, которые имеют высокий гликемический индекс. Да уж, не просто придется. Ведь если калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов указаны прямо на этикетке с товаром, то о гликемическом индексе нет ни слова. Итак, что там у нас? Перловка. Смотрим. Да, весьма спорный продукт. Гликемический индекс сухой крупы равен 30, но при варке, оказывается, он повышается в разы. Нет, не подходит. Что там еще? Творог, кефир, лучше брать однопроцентный. Банан, обязательно зеленый. Нет зеленых, не берем. Рыба, курица, кефир, лучше брать однопроцентный. Банан, обязательно зеленый. Нет зеленых, не берем. Этапы этой диеты два. Она достаточно долгосрочная. Первый этап – это так называемый углеводно-липидный. Второй этап – углеводно-белковый. Вот углеводно-липидный, да, нам говорит о том, что в этом этапе мы должны употреблять продукты с гликемическим индексом меньше 30. Когда мы переходим к следующему этапу, да, углеводно-белковый, тогда автор разрешает употреблять продукты с гликемическим индексом 50. Наша героиня, она сама в этом признавалась, сидеть на диетах в одиночку не любит. Поэтому каждый шаг она немедленно озвучивает в своем блоге. Таким образом, вместе с ней к мантиньяку пристрастились по меньшей мере человек 40. Вот сейчас как раз разбирают первый этап диеты. Кого-то смущает тот факт, что калории в данной системе не учитываются, но так и есть. В этот период месье мантиньяк разрешает своим подопечным поглощать любые продукты, гликемический индекс которых не больше 30. Считать, суммировать, вычитать ничего не нужно. Настало время обменяться рецептами. Разнообразие в меню – залог успеха любой диеты. Сегодня будем пробовать рецепт с кальмарами и болгарским перцем по мантиньяку. Для начала мы нарезаем мелко полукольцами лук и пассируем его. Мы его сейчас немножко еще поджарим и уберем, чтобы он остыл. Сейчас порежем перчик соломкой. Теперь нам нужны кальмары. Кальмары у меня уже готовы. Отправляем их сразу в салатницу. Куда же мы отправляем лук, который уже у меня остыл. И все это хорошо перемешиваем. Основная часть нашего салата готова. Заправка будет из лимона. Сам лимон используем для заправки и цедру для красоты. И мы режем лимон, чтобы полить салат наш лимонным соком. Последний штрих – цедра отправляется в салат. Выглядит все это очень аппетитно. Стоит отметить, что мантиньяк разрешает использовать некоторые не совсем привычные для человека худеющего продукты. Благодаря чему, кстати, его система питания легко адаптируется под ресторанную кухню. Многие диетологи, конечно, таких вольностей не одобряют. Но как бы не возмущались противники, похудеть на диете мантиньяка все-таки можно. И это в свое время доказали Шерон Стоун, Кайли Минок и Наоми Кэмпбелл. Ну, по крайней мере, так пишут глянцевые журналы. Итак, эксперимент. Для него нам потребуется морковь, фасоль, крабовая палочка, зеленый банан и йод. Наносим его на каждый из этих продуктов. Ждем. И что мы видим? Буквально через 5 минут все продукты приобрели синий оттенок, а некоторые и вовсе почернели, что свидетельствует о наличии в них вредного для человека худеющего крахмала. Но так ли он вреден по мантиньяку? Все дело в рафинированном и природном крахмале. Первый за считанные минуты повышает сахар и усваивается практически полностью. Скрывается этот углеводный злодей чаще всего в белом хлебе и выпечке. Второй, его нередко называют резистентным, напротив, снижает уровень глюкозы и достаточно долго перерабатывается в организме. Большое количество полезного крахмала содержится в фасоли, чечевице, гречке, коричневом рисе, овсе и амарантии. Несмотря на лишний вес, наша героиня всегда была девушкой спортивной. Бывали времена, когда она по несколько часов проводила в зале. Сейчас, активно занявшись своим здоровьем фигурой, физические нагрузки решено вернуть в повседневную жизнь. Но вот незадача на самую обыкновенную планку сил не хватает. Интенсивных тренировок не должно быть, потому что нужно большое количество углеводов для того, чтобы поддерживать активный образ жизни. За счет того, что гликемический индекс будет низкий, уровень сахара в крови будет низким. Соответственно, энергообеспечение будет минимальным. К интенсивным тренировкам можно возвращаться только на второй фазе диеты. Хотя сам Месси Монтиньяк, пропагандируя свою систему питания, о физических нагрузках даже не заикался. Он считал, что скорректировать вес можно лишь правильным набором продуктов питания. Для того, чтобы, как говорится, и попа стояла, и все было идеально, обязательно должна быть физическая нагрузка. При этом физическая нагрузка, естественно, должна быть индивидуально подобрана под данного человека. Хотя, со своей стороны, я никогда не пропагандирую, никогда не была сторонником того, чтобы кто-то из моих клиентов сидел на какой-то определенной диете. Не доверяете себе? Вам прямая дорога в группу вот этих амазонок. Здесь слово «не могу» не приветствуется. Не можешь – отдохни, но потом. Тренировка начнется сначала. И не только для тебя, но и для всей группы. Такого точно допустить нельзя. Девчонок взвешивают до и после тренировки. За полтора часа в зале они теряют порой до килограмма лишнего веса. А теперь подумайте, насколько сбалансированным должно быть питание для таких нагрузок. Если питание не сбалансировано, если нет баланса в белках, жирах и углеводах, это, естественно, влияет и на состояние кожи. Насколько она хорошо идет именно на подтягивания, на тургор. Это зависит от того, что мы едим. Это в первую очередь. Вот небольшой эксперимент в подтверждение вышесказанного. Для него нам понадобится обычный полиэтиленовый пакет и много воды. Проделываем небольшое отверстие и смотрим. Вода уходит, пакет стремительно худеет и морщится. Так вот, с нашей кожей после резкого похудения происходит почти то же самое. Среди главных причин обвисания кожи отмечают неправильное питание во время диет. При резком сбросе веса покров эпидермиса не успевает сокращаться, так как клетки очень медленно реагируют на механические действия. В итоге у человека по всему телу образовываются морщины и складки. Еще одной причиной, не без основания, считается возраст худеющего. После 25 лет в среднем соединительном слое кожи выработка коллагеновых и эластиновых волокон сокращается. Так что вероятность образования провисаний после этого периода резко увеличивается. Диета Монтиньяка, если верить отзывам врачей и тех, кто успешно продержался до конца и все-таки сбросил ненавистные 20-30 килограммов, неизбежно приведет вас в магазин. Но уже не за едой, а за одеждой. И вот тут-то вполне возможно сбудутся главные страхи человека худеющего. Женщина годами накапливает гардероб, который связан с тем, что она полная, ну с ее весом, объемами, естественно. И тут вдруг я похудею, причем довольно быстро. Да, вот вдруг. И мне придется вновь купить такое количество одежды, что это просто ужас. Полностью поменять гардероб – удовольствие не из дешевых. Но если прибегнуть к советам опытных стилистов, можно выйти из положения с наименьшими потерями. Во-первых, советуют профессионалы, не запасайтесь одеждой впрок. Никто не знает, как вы будете выглядеть еще через полгода. Аксессуарами всегда можно скорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. Если у вас есть талия, да, даже при большом весе, то ее можно подчеркивать ремнями. То есть ремни – это сейчас одна из модных тенденций. И этого, и прошлого, и будет в следующих годах актуально. Поэтому можно запасаться ремнями, как универсальным таким средством, для подчеркивания, например, своей талии. И не спешите избавляться от вещей, которые, как вам кажется, стали велики. В этом сезоне оверсайз в моде. Но если вы по-прежнему боитесь за свой кошелек, вот вам еще один совет от опытного имиджмейкера. Можно посчитать стоимость просто самой простой базовой одежды, которую носит сейчас человек. И посчитать, сколько стоят все пироженки, все мучное, сколько тратится на это в день, в неделю, тратилось раньше. И соотнести вот эти два бюджета. И выбор будет явно в пользу одежды. Для наглядности вот такой опыт. Нам понадобится мармелад, стакан воды и газировки. Одного медвежонка мы положим в стакан с водой газированной, а вот другого поместим в обычную воду. Ждем 12 часов и смотрим, что же получилось. Медведь в первой емкости распух и стал намного больше. А во второй подрос совсем чуть-чуть. Не хотите превратиться в такого медведя – не ешьте, что попало. До добра это точно не доведет. Многих пугает продолжительность эксперимента у меня нет. Потому что я не считаю, что нужно гнаться именно за временем. Важно просто дойти к этой цели, которую ты поставила перед собой. Так что я в деле. Я буду продолжать. И считаю, что без труда смогу избавиться еще от 15 килограмм. В результате можно даже не сомневаться. С такой-то силой воли. Екатерина уже полгода придерживается диеты и до сих пор не сорвалась. А чуть только появляется искушение – летят по интернет-просторам сообщения со словами поддержки и советами на тему «Как пережить соблазн». А может, наша героиня права и худеть в одиночку не стоит? Попробуйте сегодня же сообщить друзьям о своих намерениях. Кто знает, может, вместе с ними к заветной цели будет идти гораздо приятнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова